Друзья, мы вечер, не поймешь, то ли живая женщина, то ли не живая, не живая. Это мы приехали на торговую улицу. Вот так это, по-моему, перец. Руками трогать нельзя? Там чили, семена или посоль. А я думала, перец такой. Да, абсолютно. Тайговая улица в Пекине. Старая Тайговая улица. Ой, а вон какие, смотрите. В рекламу вложились. Ребятенка-котяк. Прикольная. Это вот такие, друзья, вкусняшки. Фрукты. В таком сиропе. Так, кусаки. Лимонадики. Национальная одежда. Прикольная одежда. Понятно, для детей. Это что это такое? Это из сахара. Из сахара. Ну, как у нас петушок. Петушок на палочке. Только они, видишь, идутые такие. И свинька. Национальная одежда. Боюсь, что моего размера в Китае нет кимоно. Понимаете? Вот таких платьев на меня стоки четыре надо. По два на каждый бок. Это просто, конечно, у китайцев... Старый, старый. Старый, старый, да. У китайцев настолько вот они. Прямо, ну, тщедушные. Ну, как статуэточки фаефуровые. Тут всякие сладости в виде зайчиков. Тут тоже вот эти вот среди петушки. Наверное, это пользуется спросом. Вон тоже и хрюшечки, и змей. И бабочки. Вообще такие сладости. Давайте зайдем. Глянем. О, а что это такое? Давайте попробуем. А что это такое? Свинина. А, это... Свинина, но сладкая. Это Макао очень популярный. Ну, вкусненько. В принципе, это... Такое, вкусненько. А, вот это... Уже наливают. Уже наливают. А тут конфетки. Ну, вот эта свининка вкусная, но остая там. Это что вы пьете? Не знаю, попробуем. Тоня, а что мы пьем? А, это с чайной. Чайной? У нас... Тудакская роза. Укусненько. Тудакская роза. Тудакая роза. А что это? Не холодный чай? Компот. А, компот. И мои тоже выкиньте. Си-си. Вот такие сладости. Все тебе предлагают, предлагают. Все можно подробовать. Там что-то тоже распаковывают стоят. Это тоже сладости такие в лепестках. Очень похоже на курицы. Тотик. Угу. Нет, ну мне на это... Это что? Запуска. Запуска? Такие сладости традиционные. Ну, красиво. Подано красиво. Тупеньки? Да. Мальчишка застыл. Ой, ой, ой. Так надо водить детей. Да. Это правильно. Я обратила внимание уже, показывала вам, друзья, что дети очень часто, и тем не менее, она упала. Бедная. Никакой поводок не помог. Понятно, что это торговая улица. Тут все дорого, тем более Пекин. Вот такие. Тут какие-то сувенирчики, магнитики. Фотографии делают скульптуру, скульптуру, пожалуйста. Ух ты. Вон, ребенок, вот так он выглядит. Я бы сделала внучка. Очень прикольно. 100 юаней. 100 юаней, друзья. Это 1200 рублей. Такие, да? Очень прикольно. Это, видно, две сестры, их магазин, потому что и внутри поэты, так, это, тут еда, утка. А вы подъемцы проголодаете, и вы здесь утку по-пекински попробовали? Хорошо. Вот они висят, друзья, я вот не вижу. Утки по-пекински. Олег Алексеевич, феноменальная память. Тоже так вот, да? Браслетик. Я не представляю, что для своих детей водила. Вот такое стаканчик. Космар. Не-не. Коненье. Это мороженое, друзья, такое яркое, красивое. Вообще, все, конечно, яркое, все красивое. Практически наши эклеры. Да. Мне кажется, что это не сладкое. Хотя сладкое, сладкое, да. Эклеер. Так и называется. Ой, а вот это то, что на пару мы любим. Вот эти штучки, дрючки на пару мы любим. Очень из рисовой. Луки. Тут тоже утки по-пекински. На то, друзья, и Пекин. А тут. Что это тут? Я прямо не могу мимо пройти. Главное, не потеряться. Тут какие-то сладости. Вкусняшки. А вот такие. Ощущение, что бутылок с мороженым. Пахнет вкусненько. С дубой такой. Я думаю, друзья. Тут свиньи. Тоже все ярко так. Где? Ага, вот. А тут у нас что? Бананы в шоколаде. Я думаю, друзья, что если бы мы вам некоторые вещи показали, то вряд ли бы вы это где-то увидели. Я в Китае не первый раз. И тем не менее, смотрите, детские такие. У нас у меня тоже костюмчики. И сумочки, и тушеньки. Красиво. И то как бы. Вот не первый раз, но я многих вещей. Тут все сладкое, сладкое, сладкое. Многих вещей не видела. Завтра праздник. И людей будет очень много. Вот. Но мы завтра перелетаем в Гуанчжоу. Смотрите, это пазлы. Это картины из маленьких-маленьких пазлов. Лев такой злой. И светлый злой. Тигр. А не за ними, миленькая кошечка. Ну что же, пазлы целое искусство. А тут даже плитка керамическая. Посмотрите. С живыми птицами. Тоже как искусство. Прямо на улице. Мне кажется, что это какая-то лавка. Антиквая. Очень интересно. Так это мы уже видели. Как быстро потемнело. Фактически моментально. Можно встретить таких моднявых девчонок. Хотя тут 30 чем-то градусов, типа ну вы видите люди уже кто-то в куйточках. Кто-то вообще в сапогах таких. Тут это дорогая дизайнерская одежда, ткани. тут тоже так интересно. Такой магазин в гроке. И вот такие, видите, подзарядки нужно подзарядиться, если вам нужно. вкусняшки. Китайцы так любят всякие вкусняшки. Посмотрите, какие небольшие. есть. Нет, я бы тут как им удается сохранять такие фигуры, я не знаю. Везде все угощают. Нет, я пробовать не буду ничего такого. тут браслетики такое все. Чем дальше от центра одежда, тем скромнее магазин. Сумочки, футболочки, люди гуляют. Ой, какая красота пошла. Прямо прелесть. Я по этой улице просто опустила несколько девочек в такой одежде. Это браслетики. Угу. Тут тоже такое все симпатично. Девушка стала замерла. Тут же при вас лепят. Видите, там мясо. Показывают все, что внутри. А я вам покажу. Это такие шпажечки мясные. Видите, мореподукты. Это фрукт дна любителя. Его нельзя вывозить из Китая. Ой, вот это все варят. Это картошечка на нос. Это сосиски. Вот вот такая красота. Спрашивает, вкусно или не вкусно. Все очень. А вот вам и такая вкусняшка. Когда я первая была в Китае, я увидела эту картошку, думала, боже, так интересно. Такие спиралики. А теперь этой картошки полно везде. Сумочки. Всякий магазин сумочек. Ну, это все мы будем смотреть. А вот так выгнашки мусор. Вот раз и потащили. Так, что потерялось? Тут же вам наливают это опять чай, компот, увидела Олега Алексеевича и Тоню. Тут продают у нас аниме. Очень любят китайцы аниме. Столько всего интересненького. Смотрите, какие мадашки. Типа яйцев. вы здесь не увидите китайцев с какими-то сумками, с большим шопингом. Они просто после работы на супермаркет обычно просто после работы ходят отдыхать на такие кулачки. Тоже вот такие всякие пироженьки. Я всегда люблю смотреть и показывать как делают. вон, тесто раскатали. Раз-раз завернули, раскатали, положили. все при вас. Вкусняшечка на выходе. В печку засунули. вот как здесь можно пройти мимо. А тут смотрите мальчики как этот хлоп переворачивает. Жарят такую воздушную пенку. Получается воздушная воздушная такая штучка. Где вы еще такое вкусное художье увидите. Раз закрыли, поджарилось снизу, потом откроют, вот так же перевернут как мальчик и опять закрыют. Стоит. Потому что по этим улицам еще ездят машины. Так, тут у нас тоже два кушать. Тут у нас как всегда основное блюдо осьминожки. Основное блюдо конечно кушка по-петински там тарелка тоже осьминоги это не настоящая это для привлечения. Нет, мне очень понравилось эта улочка.